Сыкотно, сыкотно. Ну чё, надо? Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте. Бритьё, бритьё, бритьё. В эти особенные предновогодние дни, конечно же, приятно констатировать, что ещё одна веха, ещё один путь компании Home Life Shaving в своём становлении пройден. Сегодня я вам покажу, презентую Тайву, нашу Тайву, российскую Тайву. Начиная с сегодняшнего дня, любой человек, который вам скажет, слушай, но Open Comp регулируемых не бывает, а вы ему скажете, можете сказать. Не правда? Вон, посмотри, в России это делают. Если вам кто-то скажет, что регулируемых двумя головами, хочешь открытую, хочешь закрытую, не бывает, вы ему можете сказать, опять здесь ждешь буржуин проклятый, бывает, бывает. В России это делают. Поэтому в этом станке я убрал всё, что не нравится мне. Всё. Теперь осталось понять, как вы к нему относитесь, что вы в нём найдёте. Найдёте ли вы в нём что-то, что вам не нравится, или наоборот, там будет больше того, что нравится вам. Вот это и предстоит всё узнать. В некоторой степени, конечно же, тайга уже прошла определённый путь. Благодаря Сергею, нашему российскому хорошему человеку, удалось отправить тайгу на американский форум. И там она ещё идёт, ещё продолжает идти, ещё не закончила. Уже отношения людей избалованных станками. Вы сами знаете, что в Америке со станками-то попроще. Так вот, там тайгу сравнивают со станками, там 200, 300, 400, 500 баксов. Вот как они к этому относятся, уже понятно. Но как относитесь вы, наши, свои? Вот это ещё только предстоит узнать. Вы на крупный план. Смотрите, что да как. Трогайте, шупайте. Ну, а я начинаю. Догоняйте. Это и есть герои нашего сегодняшнего обзора. Из этих двух красавцев нам ещё только предстоит выбрать, каким будем бриться. Хотя, скорее всего, давайте, наверное, вот этого красавчика возьмём. Мыло Кабальера Дмитрий Долбанов. Огромное тебе спасибо за этого американского артизана из Чикаго. Ну, и во всех подобных случаях я стараюсь брать своего любимчика. Сегодня как раз такой случай и есть. Ну, и новинка сезона. Премьера. Тайга. Вместе с титановой ручкой. Кстати, все, кто заказал титановую ручку при заказе, придёт именно вот в таком запаянном дабл пакете. Итак, давайте распаковывать и посмотрим, что же себя представляет тайга вживую. Вся тайга обязательно будет запакована в термоусадочную плёнку. Это и вопрос сохранности. И это вопрос первого скрытия. Я считаю, что это важно. Плюс ко всему ручки тоже будут запакованы. Долго, ребята, долго мы шли к этому моменту, но теперь уже можно, теперь уже пора. Коробочка. Ну, вот такая вот коробочка. Строгая, выдержанная в нормальных таких спокойных мужских тонах. Ну и, конечно же, логотип самой тайги, как мы его видим. То есть, это тайга плюс мишка, который встал на задние лапы, ревёт. Безопасная бритва, регулируемая. Adjustable safety razor. Открывается наподобие вот такого пенала. Сразу же вас встретит гарантийная карта. В гарантийной карте нового для себя вы ничего не увидите. Ну, графика, конечно же, несколько другая. Тот же самый сканер QR-кода. Значок QR-кода, по которому вы сможете пройти на наш сайт. Ну, а здесь вся та необходимая информация, которую мы считали нужным довести. Да, согласен, несколько блекловато, тускло видно. Но освещение сегодня не очень. В принципе, да, наверное, всё-таки нас было посветлее. Но сейчас уже переделывать поздно. Как есть, так и есть. Вот тут, ребята, тот момент, за который я хотел бы вам принести извинения. Это вот эта поролонка. Дело в том, что мы её не планировали изначально. А потом, когда всё-таки пришли к тому мнению, что пора её делать, заказывать уже было поздно. Если бы нам изготовили, то это было бы в следующем году. Поэтому вот этот поролон, это хендмейт. Это авторская работа вашего покорного слуги. То есть сам своими руками резал. Где-то, может быть, не совсем ровно. Так что сильно тапками не кидайте. Но зато, благодаря вот этой вот штуке, мы сможем сохранить вот это. Та-дам! Теперь понимаете, для чего здесь поролонка нужна? Поролонка нужна для того, чтобы здесь уже ничего не колыкнулось. Оно само не выпадет. Ничего от этого не будет. Вот. Здесь сидит всё. Но, знаете, береженого Бог бережёт. Мало ли, там, ПР где-нибудь так дыдыщ, дыдыщ. И тогда она будет колотиться вот об эту вот коробку. Оно нам надо. Поэтому вот эта поролонка, она как бы, вот она и есть. В наборе вас сразу же встретит запасная плита. Да-да. Та самая запасная, которая обязательно будет идти в наборе. Это обыкновенный клоузет ком. Закрытая плита. Выглядит она вот таким вот макаром. Так. Как тут правильно? Здесь несколько стилизованная наша компания. Home Lake Sharing. Тайга. Серийный номер. Ну и страна, в которой всё это изготовлено. А Россия. Полировки на станке, ребята, не будет. То есть вот тот предполировочный результат, который мы смогли создать в массовом порядке. Вот мы его и зафиксировали. Ну и сам станок. Вытаскивается чуточку легче, чем на старте. На старте все жаловались, что он тяжело выходит. Здесь же он вытаскивается совершенно спокойно. Давайте его рассмотрим поподробнее. Так, постойте. Прежде чем его подробнее рассматривать, давайте я, наверное, всё-таки ещё достану и ручку титановую. Чтобы сразу всё так. Заглушечки мы стали другие ставить. Видите? Эти более надёжные, более практичные. То есть мы стараемся всё-таки учиться на своих ошибках. А, ну и да, конечно же, на коробке будет вся полностью информация об этой ручке. Вес, длина, диаметр, бла-бла-бла. Всё это на русском и на английском. Ну и обязательно, конечно, будут зип-локи. Сейчас будем рассматривать. Как я обещал раньше, комплектность старта будет именно с закрытой. Плитой, хотя предустановлена будет гребёнка. Но, плюс ко всему, мы решили поэкспериментировать. Дополнительно, кто захочет, сможете приобрести титановую ручку. Это не лишено смысла, потому что вес этой ручки в два раза меньше, чем базовая. Но об этом чуточку позже. Сейчас же давайте посмотрим, из чего, собственно, состоит тайга. Я уже говорил раньше, она состоит всего лишь из семи частей. Давайте разберём и посмотрим. Винт. Обыкновенная правая резьба. Ручка. Здесь две левых резьбы, ребята. И гайка регулировки тоже левая резьба. К этому, пожалуйста, будьте готовы. Нижняя плита. Нержавеющая пружина. И оставшиеся две части. Это средняя плита и верхняя крышка. Блин, надо было из шести частей делать. Смотрите, в экран не влазит. Нифига. Подробно. Что переделали в верхней крышке? Да практически ничего. Какой была она, такую и осталось. Но, скажем так, резьбовое соединение. Здесь, по-моему, ребята поменяли резьбу. Плюс ко всему стали садить на фиксатор. Несмотря на то, что здесь все-таки резьбовое соединение, разъединить вы все это не сможете. Фиксатор вам этого не даст сделать. Качество изготовления, да не хуже, чем на старте. Из последних серий. Средняя плита. Боль моя, печаль моя. Та самая средняя плита, из-за которой постоянно тормозилось производство. И та самая, потому что, видите, она тоненькая. Тоненькая она постоянно вылетала. И та самая, в которой мы все-таки пересмотрели кое-что. Здесь резьбовое соединение стало делаться по-другому. Если раньше оно было просто в пластине. Сейчас, ребята, смотрите, нарастили вот такой борт. И да, тоже вкручивается и тоже садится на фиксатор. Но это уже вариант гораздо более надежнее, чем был на первой тайге. И качество изготовления вот такое. Нержавеющая пружина. Марку стали, я обязательно уточню. И в описании на сайте под видео. Под тайгой вы, конечно же, это увидите. Пока я сказать не могу. Потому что у меня нет такой информации. Знаю точно, что заказывали в Новосибирске. И там для нас это делали. Ребята в Омске, к сожалению, мы не нашли тех людей, которые смогли бы сделать нужные нам пружины из нержавея. Ну, подходящие. Сделать-то могли, но не то качество. Средняя плита. Те самые две средних плиты, устанавливая ту или иную, вы получаете два разных станка. Или это будет открытый станок Open Comp, открытый гребень. Или это будет закрытая гарда и обыкновенный регулируемый станок. На каждом из них уже начинает идти градуировка цифры. Регулируя агрессивность, вы всегда можете на них опираться. Следующая у нас гайка. Конечно же, она тоже пересмотрена и тоже переделана. Изменен внешний вид, диаметр, насечка. Изменено практически все. И юбочка сделана так. Вот с гравировкой отметена, отметка, где, как регулировать. И гравировка, форма сделана так, юбка, чтобы закрывать ту щель, которая, помните, была на тайге. Вот здесь вот. Потом мы еще отдельно со старой тайговой сравним. Ручка. Да практически ничем не изменилась. Какая была, такая осталась. Алмазная насечка, но за одним исключением. Внутренний диаметр мы увеличили. Дабы убрать все, что можно убрать, с одной единственной целью, чтобы облегчить станок. Что, собственно, нам и удалось сделать. Базовый 118, экспериментальный. Теперь тот, который пойдет в производство, он весит уже 108 грамм. Винт. Винт тоже полностью пересмотрели, полностью стал другим. Появилась насечка, изменилась форма. Сквозных отверстий не появилось, но они здесь и не нужны, потому что здесь нам необходимую жесткость нужно соблюдать. Но все-таки его чуть-чуть, капельку, но и уменьшили. Разбирается, разбирается это легко. Как это собирается? При сборке, ребята, прошу внимания, уделить торцовой части. Вот смотрите. Видите, сейчас я собираю неправильно, потому что здесь точка есть, а здесь точки нет. Ставьте в то место, где эта точка также есть. После этого вам нужно одеть пружину. После пружины одеваете уже нижнюю плиту, закрытую или открытую, на ваше усмотрение. С торца находите точно такую же точку и одеваете. Я обычно прижимаю пальцем, дабы не коверкать резьбу, потому что следующая пойдет гайка. А гайку не хотелось бы, скажем так, если вы отпустите и будете по пружине тянуть, но для гайки это всегда хуже. Следующая идет у нас ручка. Все, станок собран, но у нас не закреплена верхняя плита. Осталось вогнать винт. Все, станок у нас собран. Вот у нас регулятор. И спокойно, благодаря тому, что там внутри, помните, я говорил, левая резьба, уже слева направо, вы можете регулировать агрессивность вашего станка. Та шестерка, которую я вам обещал, получается с единицы до шестерки, это скачок будет, единица у нас, единица у нас, это 0,5. По старту, отойдя до шестерки, вы поднимете свой гад до полутора по старту. На станке, да, еще будет идти дальше, но это уже как бы, это бонус. Мы за это не отвечаем, на сколько, на одно деление, на полтора, на два, это на всех станках по разному, то есть, как у вас пойдет и пойдет. И бриться ли вам на этих позициях, это тоже вы решаете, вы сами, мы к этому уже, как бы, ребята, извините, мы не хотим туда лезть, потому что это уже на ваше усмотрение. Поменять же плиту. Поменять, ну, блин, сейчас секундомер может быть. Кстати, хорошая идея попробовать поменять ручку секундомером, хоть и не я это придумал, еще Олег Бритва брился за три минуты. По секундомеру на часах. Ну, а мы сейчас попробуем поменять ручку. Итак, поехали. Ну, 22 секунды будем считать. В принципе, конечно, это немало. Я думаю, плиту на роквале вы быстрее поменяете. Но, тем не менее, не так уж и много. Поэтому, вот считайте, за 22 секунды ваш станок с гребнем может превратиться вот в такого вот красавца. Брития, конечно же, будет по-разному. Но, все это еще только предстоит испытать вам. Кстати, о ручке. Если базовый вес, который был на первоначальной тайге со 118 грамм, нам удалось опустить аж до 108 грамм, то это еще не предел. Меняя ручку, вы можете со 108 упасть аж до 96 грамм. Так, так, так. Для тех, кому это важно. А, в принципе, кому это может быть важно. Я пробовал, замерял. И получается, что... Ну, давайте, наверное, все-таки на базовой ручке. Кстати, пока я здесь. Посмотрите. Ну, с титаном тоже, как бы так. Не хухры-мухры. Насечка уже несколько иная. Не такая алмазная. Но, тем не менее, за счет того, что другой материал смотрится, конечно же, интересно. Мне нравится. Так вот, для чего это? Помимо прямого назначения, кастомайзинга, конечно же, есть еще и вторичное. То есть, это изменение центровки самого изделия. Если в базе тайга имеет центр где-то вот по этому ободку, я уже мерил и... Вот видите. Вот видите, вот здесь она переваливается. Как бы вам так, чтобы лучше было видно. Да, наверное, вот так вот. То есть, центр туда идет. А вот если на ободок ставим, жопа заваливается. Там конусы, к сожалению, на линейке я не могу удержать. Но вот здесь вот, на этом ободке, получается, хоть мы и хотели снизить центр от плиты, где-то до 18 мм не получилось, ребята. Все равно выходит 24 мм. Но при условии, если вы ставите титановую ручку и вес танка меняется до 96 граммов, то и центр тяжести изменится с 24 до 21 мм от ручки. И он будет где-то вот уже здесь, в начале этих гребней. То есть, вот перейдет уже вот сюда. Ну и понятно, что если вы, допустим, титановую, 14 грамм поменяет на что-то другое, вы еще маленько сместите. Ну а если кто-то себе еще и винт закажет, ну это уже игрушки, понимаете? Это уже можно идти до бесконечности и прочее, прочее. Так как же поменялась все-таки тайга? А вот теперь давайте, ребята, и посмотрим, как она поменялась. Смотрите, насколько она стала совершенно другой. Это то, что было, и это то, что стало. На мой взгляд, похорошево. Стало так, скажем так, более изящной, что ли. Длина ручки не изменилась, диаметр тоже не изменилась. Переработали только ту верхнюю часть, про которую я вам говорил в четырех местах. Ну и плюс, конечно же, поменяли саму гайку и поменяли винт. Винт стал головкой, винта теперь совершенно другой. Ну и появилась, конечно, дырка в попе. То, о чем я вам уже говорил. Вот так вот тайга изменилась. А теперь давайте, наверное, лезвие на нее поставим и побреемся. Для того, чтобы поставить лезвие, вам полностью всю тайгу не надо раскручивать. Достаточно просто выкрутить винт и все. Я хочу попробовать жилет платином. Одни из моих любимых лезвий. Для меня они достаточно сбалансированы. Они в меру острые, в меру деликатные. Все, лезвие мы поставили. Это вылет равномерный. А здесь сейчас у нас стоит... Ты где? Вот она. Единичка. Ну и на единичке 0,5. Сами посудите, да? Ну то есть ни о чем. Мы пошли на этот беспрецедентный шаг. Наверное, все-таки по просьбам тех людей, которые кричали ванов, про нас не забудь. Нам мягкие станки тоже надо. Да вот из-за этого увеличивать можете прямо вот так, не отходя от кассы. Просто крутите и все. Давайте вначале дойдем, наверное, до шестерки. Вот. И теперь смотрим, на что это поменялось. Еще раз хочу наглядно показать, за что мне нравится Тайга. Обратите внимание на верхнюю и на среднюю крышку. Именно в том месте, где надо, мы фиксируем лезвие. Максимально близко к режущей кромке и на широком участке. То есть добежание лезвия исключено полностью на всем протяжении регулировки. Как бы высоко или низко вы не пали, двусмысленно прозвучало. Все равно дребезжания не будет. В этот раз, наверное, давайте побремемся закрытой. Открытую, наверное, оставим на следующий раз. Очень хочется ей тоже попробовать. Ну и если в режиме реального времени, вот регулировка. У вас не составит никакого труда, потому что все мы привыкли крутить слева направо. Вот так мы приучены с детства. И здесь то же самое. Не глядя, вы спокойно можете просто менять регулировку вашей бритвы. И точно так же опускать. Секретов в этой бритве нет. В любом месте, в любое время вы всегда можете ее разобрать, почистить, привести в порядок. Еще что-то. То есть, вот как только вы захотели, так вы это и можете сделать. Абразивы. Ребят, ну, вот лучше гравировку мы еще не научились делать. К сожалению. Когда лучше научимся, мы будем ее делать. Но вот сейчас я считаю это хорошей гравировкой. Но некоторые ребята, почему я говорю к сожалению, Некоторые ребята говорят, вот Вадим, я вот там месяц, полтора, два, там, три зубной щеткой шоркал. У меня грава пошла. Ребята, я вас слышу, я вас понимаю прекрасно. Но все-таки это жесткий способ очистить. Поэтому, если после этого плывет грава, ну, вот такую, знаете, зверобойную. Вот, чтобы еще и прямо и абразив держало, и зубную щетку, мы пока не научились делать. Как научимся, конечно же, мы ее поставим. Гравировка, да, это один из вариантов. Но это время, это деньги. То есть, это приведет к удорожанию конструкции. Пока это так. Все станки во всех наборах, какой бы вы ни взяли. Так, давайте я вам вот так, чтобы было удобно и видно. Верхние плиты имеют одинаковый номер. Если у вас номер 55, значит, обе плиты будут иметь 55 номер. Если у вас номер 96, то точно так же будет 96 номер. Вот, пожалуй, наверное, и все о станке. Сейчас пока больше в голову ничего не идет. И если у вас будут вопросы, появятся, спрашивайте в комментариях под видео. Ну, а мы пока идем к следующему персонажу нашего маргидонского балета. Мыло. Мыло сегодня благодаря Дмитрию Долбанову. У нас, ребята, от американских артизанов прямо из Чикаго. Вот из Чикаго-то и приехало. Мыло жировое. Жир непростой, утиный. Состав вот здесь вот есть, наверное, но по запаху это, конечно, может вообще просто вышибить. Потому что там и бергамот, и лист базилика, и мускус, и дубовой мох, и белый пачуль, и амбра. И даже не поверите, лавровый ром. Все это и есть. Почуете-то? Вряд ли вы сможете. Но вот на общей композиции, ребята, это сыграло резко положительно. Потому что запах очень такой элегантный, мужской, джентльменский. Хоть это и переводится как рыцарь, но все-таки, наверное, больше похоже на этого джентльмена. Да, джентльмена, который здесь нарисован. И очень интересно попробовать, как все это будет работать. Помазок. Помазок я уже решил, что будет сегодня вот этот красавчик от Массета. Диаметр узла 26 миллиметров. Общая высота. Да, тактико-технически сейчас вот здесь вот выведу, смотрите, да и все. Но мне нравятся такие ручки. Мне нравится акрил под этот, подрок. Мне нравится, как это лежит в руке. Мне нравится, как он под лес распушился. Мне нравится, как он набит. Понравится ли бритье. Ну, те несколько секунд, что я себе по нашим же помазкам, себе же по мусалам возюкал. Ну да, вроде ничего. Но так, чтобы полноценно побриться. Нет, еще не брился. И сейчас будем бриться вместе. Для меня Массета пока хорошая контора, хорошая фирма. Ничего плохого от Массета я еще не видел. Что будет сейчас, ну, сейчас и узнаем. Ну, а на финиш, на финиш я вам уже говорю, по исключительным случаям. Я себе только марочный коньяк наливаю. Для меня это дежавю. Все, пошли бриться. Эль-Кабальеро. Запах такой прям интересный. Интересный. Он... Он... Но лично меня не оставляет равнодушным. Со своей колокольни я, пожалуй, бы там чутка убрал все-таки. Что-то там слащавое такое есть. Я бы это чуть-чуть убрал. Но не более того. Так, что ты прям... То, что шайба крутится, меня это не смущает. Это до первого бритья. Вес 114 грамм. И видите, как наполовину наполнено. Это делается специально. Я полагаю, так, для того, чтобы прям в чашу можно было набирать мыло. И спокойно выбивать потом на лице. Что, собственно, мы сейчас с вами сделаем? Сейчас загружу помазок. А уже до кондиции доводить. Это мы с вами уже будем делать прямо на лице. Ну, все. Сейчас вот это вот запихаю все обратно. Это нам пригодится. Потому что после компресса мы как раз этим и воспользуемся. Хорошо. Тогда теплый компресс делаешь. В какую-то неровну впадаешь. И такое ощущение, что вот так сидел бы и сидел бы. А тут еще мыло пахнет. А тут еще все эти хохоряшки. И как-то... Даже выходить не хочется. Ну, поехали. Мыло пахнет, конечно. По мазкам интересно. Если... Прямо из коробки. Кабанятинка, псятинка, шинелью. Не пахнет. А вот как только намочил, чуть-чуть и есть. Меня это, ну, нисколько не смущает. Тем более, что это не прет псиной. Такой, слабый запах, скажем так. Ну, а для тех, для кого это имеет значение. Имейте ввиду, что да, запах маленечко чуть-чуть есть. Не принципиальный. Не доминирует. Но он есть. Убрать его тоже элементарно просто. Ребята там в соответствующем видео на канале. Там столько рецептов понадавали. Ну, знаете, сейчас... По мазок я уже понял. Понял. Сейчас как-то раздавать люлей. Говорить, что вот, а, самый лучший. Там лучше Яков. Лучший детский косметик. Лучше тех, всех, пятых, десятых. Нет, наверное, это неправильно. Потому что лучший помазок тот, который для тебя хорош. Он может вообще из себя ничего не представлять. Но тебе нравится. Вот он и лучший. Вот и все. Скажу лишь вам одно. И я ни капли не жалею, что эти мазеты мы притащили в Россию. Они вам обязательно понравятся. Итак, что у нас тут есть? У нас единичка. Давайте, наверное, чего? Ну, лезвие позволяет. Сразу на шестерку, да? Да, да. Ну, а чего? На шестерочку и поставим. Ну, вот так вот шестерочка. Так, где-то тут. А, вот шестерочка. Видите, да? Вот так сейчас шестеркой вооружившись. И ура, ура, вперед, вперед. Ручка цепкая. По барабану совершенно там с мылом, не с мылом. Ну, чего? Парни с музыкальным образованием. У нас много таких. Много. Как вам? Противный, не противный звук. То, что там про модель Т говорили. Ребята, у него башка пустая. Поэтому резонирует так. Я думаю, это отчасти так сыграло. Там многим ребятам звук не понравился. Он по-другому просто не может. Башка пустая. И когда лезет, ну, он все как резонатор передает и фигачит. Субтитры делал DimaTorzok Иклютивно нашел точно такой же способ, как был на предсерийнике. Благодаря тому, что центр тяжести и вот этот ободок практически совпадают. Достаточно просто вот так держать, а все остальное автоматически просто происходит. Так. Чуть-чуть смочу. У мыла скольжение хорошее. По скольжению, ну, сейчас, вот, его тут, кстати, навалом. Но я пока не акцентировал. Сейчас посмотрим. Ну, да, в принципе, как я и предполагал, благодаря тому, что вот эту массету мы заказали с повышенной плотностью набивки. У него узел более вязкий какой-то такой, знаете. От обычных помазков. Ну, я вам скажу прямо. Отличия, да, есть. Но оно не такое, чтобы, скажем так, прям кардинально отличало, полностью меняло всю картину. Нет. Но отличия есть. И причем в положительную сторону. Поэтому его не заметить нельзя. Ну, как-то кичиться этим, что, о, да у меня вот такой. Нет, нет, это не повод. Тут, скорее всего, вопрос в другом. Надо, не надо. Нравится, не нравится. Вот так бы, наверное, было правильно. Вот так вот. Ну, да, приемистость тоже большая. То есть, пройдя достаточно большой промежуток, у него есть, где складывать пену. Промывается тоже легко. По скольжению, да, есть. По пятибалльной я бы, наверное, поставил где-то 4 с плюсом. Вот такое. Что-то я, заболтали вы меня. И я на шестерке так и попер, и попер. Давайте, наверное, по фэншуя, наверное, что там. Ну, четверку, что ли, поставим. Вот так, просто посмотреть, что это будет. Я еще не пересчитывал, ребята. Пересчитаю, обязательно скажу. Где какая позиция. Так видно, не видно. Да, вот так видно. Ну, в принципе, посчитать элементарно просто, потому что винт с шагом 1.0. Минимальная планка, начальная единица, это 0.5. Максимальная полтора. Ну, вот, считать, сколько там деления, посчитать, разделить единицу на эти количество деления, прибавления. Ну, то есть, опять, не могу посчитать самому. Ну, или дождаться, пока я посчитаю и на сайте таблицы вывешу. То, что этот станок перекрывает всю мировую таблицу агрессивности, ну, посудите сами. У него минималка 0.5, да? 0.69, вы уже знаете непонаслышке. 0.69, это уровень HD34. То есть, где-то, примерно, вторая плита на Роквале, а вторая плита на Роквале, ну, это примерно, где-то, двоечка по мировой таблице. Ну, 0.69, а тут есть 0.5, ну, сами посудите. Ну, то есть, это или 0, или единица, кому как удобнее. Ну, а то, что максималка 1.18, это уже тот уровень, с которого старт начинал конкурировать. Ну, не конкурировать, нет, это не конкуренция, так неправильно. Торгался на территорию R41, скажем так. Очень многих людей он мог побрить точно так же, просто гораздо более мягко. Это вот старт 1.18. Ну, а здесь есть полторашка. Так что, как хочешь ты того, не хочешь. То есть, мы уже 41 уровень прошли и пошли еще дальше. То есть, ну, перекрываем всю таблицу, нормально. Что-то по запаху уже на третьем проходе я ему наелся. Что-то уже все. Харе. То есть, да. Продолжение следует... 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 такую вот красоту я думаю что в принципе это еще одна позиция которая нам россиянам можно было бы гордиться потому что вот там что-то делают здесь что-то делают а вот это вот еще и у нас делает и самое главное что это то чего делают необычно первое с гребенкой первое с двумя головами так оно еще и зараза бреет бреет ну и достаточно неплохо несмотря на то что два дня назад я разнес себе тут все моделью это но вы видели видео может быть вот еще не зажило небо еще денек-другой походить но куда уже уже все уже пора тем более так скоропостизно все получилось так что вот иди и брейся вот и побрился не урочное для себя время поэтому парни я прекрасно осознаю что в россии 15 тысяч рублей за рубежом 250 баксов это не маленькая сумма ну и поверьте мне не большая этот станок этого стоит потому что за эту сумму вы получаете не только полностью станок из нержавеющей стали 316 но еще по сути два станка потому что поменяв голову вы можете тут же перейти на другой ну и плюс ко всему удобство работы удобство регулировки полный доступ хоть под капот хоть багажник хоть там коробку передач перетрясти все это станок вам дает и перекрывает еще всю таблицу от минималки до максималки 250 баксов 15 тысяч рублей это недорого ребята это вот прям я бы сказал посередине где-то так ну что с этим получится вот время и покажет те люди которые уже сделали предзаказ они скорее всего уже сейчас уже отсылают скоро ребята уже получат если не сегодня отсылают то понедельник то отошли точно те кто еще думает ребята думайте мало того что станков было всего 100 но из них где-то там больше 30 уже на предзаказе ну то есть это те люди которым просто позвание они деньги заплатили забрали все вот там по сути останется то что останется вот из этого еще что-то можно будет выбрать вот как то так еще одну веху пошли теперь главное не снижать не снижать не снижать качество и не снижать нашу планку потому что если вдруг начнем лажать если вдруг какашку начнем выпускать таким же успехом как гордиться россии вот еще и пальцем тыкать его да это те русские что нет я бы этого не хотел я не знаю знаете вы не знаете но когда старт пошел по за бугорным обзорщикам я заглядывал смотрю что они читают я смотрю что они пишут что они пишут в комментариях я смотрю что они пишут на форумах так вот у них там за бугром до сих пор голове стоит россия это надежно это железно-бетонно это калашников ака 47 это если ты взял то это тебе на всю жизнь так вот пускай это так и остается вот этого бы я хотел поэтому будем работать ребята будем работать ну все с наступающим добра счастья радости берегите себя берегите своих близких дай вам было здоровья пускай вас всегда будет все хорошо но до нового года я думаю еще увидимся пока пока подписывайтесь на канал у меня кто вам понравился о это о о о о о о о о Продолжение следует...